Псковская тетрадь С вами Дина Добрешута. На календаре вторник и мы вновь встретились полистать Псковскую тетрадь. Герой нашего сегодняшнего разговора Петр Брандт. Это петербургский поэт, молодость которого прошла в Москве и северной столице. Но родился Петр Львович в городе Пскове в 1947 году и первые два года жил с родителями здесь, в квартире в районе четырех углов. Его отец, известный писатель Лев Брандт, занимался в нашем городе восстановлением культуры. В буквальном смысле родители Петра Брандта строили Псковский драмтеатр. Кроме того, Брандт старше по одному из образований был режиссером. Это позволило ему познакомиться с юной тогда Мирой Горской и ее будущим мужем. Петр Львович тепло относится к Пскову. Приезжает в гости в наш город. Поэт по образованию математик, но это никак не мешает ему складывать и умножать слова. Петр Брандт посещал легендарное кафе Сайгон, приют неофициальной культуры. Стихи Брандта публиковались в самоиздате, в журнале «Часы», в антологии «Острова» и в разных журналах в России и за рубежом. В 90-е годы и в начале нулевых поэт выступал с чтением стихов и статей на радиостанциях «Свобода», «Мария», «Православное радио». Читал лекции о непоцензурной культуре в Колумбийском университете Сан-Терините в США, выступал в Германии. Петр Брандт выпустил книгу стихов «Монголы», сборники стихов и прозы, «Люди пустыни», «Вино одиночества», «В Петербурге время блюза». А сейчас в нашем эфире звучат стихи Петра Брандта в авторском исполнении. В магазине старые книги лучи полуденного солнца сквозь задымленные оконцы и полувыцовший витраж полуподвала осветили в уютном старомодном стиле в углу устроенный стеллаж. Здесь средь гербарев и схем есть звездный купол мироздания, полузабытые здания, давно нечтимые, никем потухшим золотом горят. Здесь же етятся дружно в ряд времен прошедших анекдоты Шерка Нандой и Томас Мур, старинных грамот и гравюр малиновые переплеты Рембрандта, Дюрера, Доре, собрание оттисков в картонах, Парижский русский эпохитонов, квартал Монмарт, Ремаре, анонсы церемоний брачных, фотофортреты важных лиц, эмблемы старых фирм табачных, экипы строгих и прозрачных математических таблиц. Кто был до нас, кто нам во след, пройдет в баре неупорном, звеном цепи нерукотворным сквозь искусы грядущих лет. При всех грехах мы все же часть нерукодескверненного пространства, бессрочности и постоянства, не угодившего во власть природы зыбкой и неверно изменчивой, лицемерной, не оставляющих следов людских воззрений и судов. Мы капля водного потока, что от далекого истока, неведомо куда, рекой, влеком неведомо откуда. Мы образ явленного чуда судьбы, неведомо какой. Мы глухого записи ученой, мы камень улицы мощеной, нечеловеческой рукой. Балашинный рынок Мелькают футболки с цветными флажками, где жмутся друг к дружке лотки с пирожками, где старый старый тряпичник, сопя и ворча, торгуют обновкой с чужого плеча. Былой красоты дорогие осколки ютятся в углу городской барахолки и тлеет соблазном в зрачках продавщиц таинственный блеск старомодных вещиц. Мерцает в собрании скупочной лавки граненый рубин антикварной булавки и гордо маячит над пыльным столбом игрушечный пупс с целлоидным лбом. В таверне, где бродят бокалы пивные, плывут под стеклом и седры заревные, совеет от дыма вина и жратвы лихая компания местной братвы. Любуюсь собой петербургская дива плывет в полудреме хмельна и блудлива и скорбно глядит на базарный кабак, голодная свора бродячих собак. Осень в Петербурге. Случайный встречный бабьим летом ты гость с просроченным билетом. Ты не найдешь в душе моей веселой лени прошлых дней. Из глубины созвездий вечных или из недр тает сердечных иных миров, иной резон стучится в сумрачный сезон. Средь завсегдатаев печальных унылых кабачков случайных, где как не впасть в глубокий сплин от сарафанных их былин. Смотрюсь вечерние витрины, вербены, астры, георгины, лелея собственную блажь, как ностальгический мираж. Будет реклама средств лечебных, тесня герборит трав врачебных, как старый шмель, что залетел в пустырник, в маг или в чистотел. Из-под прилавка с пола аршина торчит остаток крепдышина, багровый бархат и сатин, тесьмы атласный серпантин. Украшен кованым барьером и довоенным интерьером овал конструкции лекал оконных стекол и зеркал. Сверкает в их глубинных, дымных, огнями люстр старорежимных. Минувший век, как гвоздь в виске, в его триумфах и тоске. И вот другое настроение, совсем другое время. Сколь ни был бы мир суетлив и проворен, канун новолетия всегда чудотворен. И мир, беспробудным забывшийся сном, его не постигнет унылым умом. Кончается улочка узкой дорожкой, клубится дыбок над фабричной сторожкой. Засыпаны стороны старой тропы небесными струями снежной крупы. В Англии в полумраке сверкают витрины, на рынке в гирляндах лежат мандарины. Наполнен декабрь петербургской зимы оранжевым соком медовые хурмы. Наш помысел в снежную бурю мыляет, наш кто-то разглядывает и проверяет. Явившись в сиянии искрящихся глаз, какая-то сила исследует нас, Кружась под хмельком с ностальгической грустью. По старым углам городских заколустьей, в глубокой нерване, Забудемся мы, живя в сновидениях балтийской зимы. Полуразрушенный завод, послевоенные застройки, У старой городской помойки смердит канава сточных вод, Торчат убогие жилища, с кастрюлькой шествует бедняк, Голодных потчевать дворняк, дымит складское пепелище. Здесь умер друг мой, сих дворов, покинув мир несовершенный, Как в древнем храме оглашенный, не пригубив его даров. Здесь, не оставив никому ни жалобы, ни обещания, Не скрипнув дверью на прощание, вдруг отворившееся ему. Так проведением влекомый, ступивший в город незнакомый, И не найдя в укор всему чего-то важного ему, Свои сомнения углубленный пришерец, Больно уязвленный безумием, толк в очередях, На торжащих и площадях, не разменявшись, не прогнувшись, Не сделавшись угодным всем, плащом дорожным обернувшись, Уходит прочь, не оглянувшись, оставив дом сей назовсем. Петербургские два львы. Здесь тоже иногда с утра стоит синайская жара. У тротуара люк чугунный, лучом полудня опален, Как сковородка раскален, Пылает жаром таз латунный и разогретый дермантин В витринах скупщика картин. Когда в июле мостовая изнемогает от жары, Асфальт дымит не остывая, Есть петербургские дворы, Оазис скрытый до поры. Здесь иногда свои миры, Как караван к далекой меке, Бредут таджики и узбеки, Сватагой смуглой детворы. Их царство солнечной окраски Цветет в Багдаде и Дамаске, Они ж лишь странники, увы, Из Самарканда и Хивы. Далее цветы публичные, В тени глухой стены кирпичной В углу цветет соседский хмель, В нем обитает толстый шмель, Без перерывов и простоя, В огне цветочного настоя, Подобно хитрому жильцу, Усами щупая пыльцу. Суровой сумкой толстокожей В чаду похмелья Бомж прохожий Косится в мусорный бочок, Как долгожданный родничок Средь лых пустынь Во мгле безводной Сверкает кран водопроводный, Питая праздности труды Струей спасительной воды. У труп водонапорной бочки Как славно постоять в тенечке, От всех сует хоть здесь вздохнув, Когда соседский кот, зевнув, Вновь засопит в кирпичной крыше, Когда к ногам с горячей крыши За скудной трапезой своей Слетится стайка голубей. Испания. Пара копытных чистопородных Тащит корзины маслин Перезрелых И атрибуты костюмов Народных Синих, багряных, черных и белых Бьются серебряные монеты В пыльных углах городской круговерти Испания – это четыре цвета Моления, жертвы, отчаяния и смерти. Испания – это четыре тайны, Четыре меры – Тайну цыган, луны, быка и ториадора. Красная – цвета спелого помидора, Солнце упало и закатилось В расщелины сьерры. Цыгане везут в города через горные кручи Торбоолив, вино, табак, мандарины, А также свое рукоделье в тележках скрипучих Их самодельные дудки и тамбурины. Утром в торговых рядах городков и селений Рынок воскресного дня, азарт и отрада Вспыхнет огнями и настоев Вин и солений, груды орехов И джира и винограда. Глаз отличит сред десятка цветочных названий Лилию, мак, гвоздику и туберозу. Испания – это четыре цветка, Четыре призвания – Молчание, страсть, страдание и угроза. Грохот от сотен копыт, Ударившись в горные склоны, Медленно угасает где-то в неведомом месте В час, когда стадо быков Несется по переункам памплоны, Готовы к последнему бою, В предстоящей киесте. Их сопровождает. Попавшая в объектив иностранца, Местных подростков шпанистых, Галдящая банда. Испания – это четыре жеста, Четыре медленных танца. Хабанер, Фламенко, Хотта и Сарабанда. Полночью, когда звезды вопьются в небо, Как ядовитые осы, Вспыхнут магическим пламенем, Очи ведуньи, И загорятся над крышами сарагосы, Знаки знахарки, Пророчицы и колдуньи. Жажда пуститься и вслед, Жажда самоубийцы, Следствие этой жажды, Подобно подводному взрыву, Жажда эта, Как предсмертная страсть Комара кровопийцы, Или как у взбесившейся лани Стремление к обрыву, Жажда эта, Как смертоносная снедь Психопата-гурмана. Кто она? Европейнка, иудейка, Африканка или гитана? Испания – это четыре карточных масти, Четыре обмана. Кармен, Люсия, Рассита и Маритана. Это Испания. Стамбул – город грозных твердынь, На разваленных братских, Православных верик и мечей шариатских, Где с лихвой под сластелевого берега Разносортный арахис, Лукум и Нуга, Где морской аскетизм Состязался с пиратством, Деловой практицизм С неуемным богатством, Где сияет огонь византийских идей, В омраченных умах Суеверных людей, Где царит простота, У подъездов парадных, Средь террас мандариновых И виноградных, У притонов поэтов, Бродяг, мудрецов, Возле стен минаретов И царских дворцов. Раскаленная почва Вздыхает и жаждет, Под лучами светило сгорает и страждет, Как истлевший пергамент Прошедших веков, Изможденная кожа Сухих стариков, Беспощадное солнце, Смешавшись с эмалью Охлажденных тазов, Серебристой кефалью, Отразилось в зрачках Городской голодьбы, Ускользнувшим лучом Обманувшие судьбы. Наконец, обратясь Многоцветные блики Драгоценных лампад, Где горят сердолики У богатых витрин И торговых лотков, Утонуло в потьмах Городских закутков. Не в пример прожигающем Жизнь в холостую Мы с тобой отыщем Кофейню пустую И, взлелея в себе Благородную лень, Проведем в созерцании Отпущенный день. Здесь, в тенечке, Вдали от житейского гула, Приописчившись к легендам И тайнам Стамбула, Мы в себе разглядим Двуединый исток, Все взыскующий запад, Все нашедший восток. Я Псков считаю городом столичным, Но все-таки это еще Отчасти это и провинция, Это все называется провинция, Потому что те тайны, Которые есть в провинции, Пскову на самом деле тоже ведомо. Провинция, первая часть, Она как бы из двух частей Стоит маленьких. Живет провинция, Земля, Густым укутывает паром, Садовым, Смазанные варом, Каштаны, Липы, Тополя. Летит непуганная птица, На проводах Маячит стриж, От череды горбатых крыш, Дыбок над трубами Круж струится, В тазу дымится купорос, К обеду водкой ушится, Шмей за окошком копошится, В тычинках клевера и роз, В фанерных уличных ларьках, В несоветливых городках Торгуют рыночные люди В стеклянные розничные посуды Зеленоватым мутным дном Домашней выдержки вином, Продуктом подлинно народным, Хранимым братством огородным. С веселой искрой в зрачках Немноголюдных кабачках, Проулках сумрачных инглистых, И в сонных улочках тенистых Пирует местная богема В усах, в бородке, в очках, Ура! Жива мифологема Проперосмани и Либо, Мане, Верлена и Рембо. И вторая часть пальмы. Когда природа наконец устанет Над собой глумиться И развращенная столицу Огонь проведения сожжет, Отыщется и в нем слабинка, Все защитит и сбережет Провинциальная глубинка, Так палых ягод в сердцевинку Всего грядущего оплод Хранит уже гниющий плод. Красота Краса Удел путей прямых С их яркой, смелой игрою, Но в ней есть строгость, А порою и след знамений роковых. Где красота, там и страдальцы, И средь ликующей толпы На розах сыщатся шипы, В кровь раздирающие пальцы. В оленьем теле дух природы, Не пощадивший никого, В борьбе за выживание рода, Ковавшие грацу его, Их род средь тысячи напастей Ушел от гонщих и стрелков, И оказался крепче пасти Голодных северных волков. В огне нежнейшего бриллианта, Стрелой, что бьет наверняка, Пленяет душу знатока, Страсть игрока и дуэлянта, И на алмаз завидной славы Разит сердца из рода в рот Воскресшим ревом горные лавы И вулканических пород. Во взгляде гордой светской левицы Соседствует и кнут, и сласть, Непререкаемая власть Святой ведунь и блудница, Но если с ним в сердца людские, Как ядовитая игла, Проникнут чары колдовские, То жди удар из-за угла Изменой, злобой, унижением тех душ, Что в простоте святой пленившись, Этой красотой отвергнуты С пренебрежением удар от зимых И незримых врагов От тайных татьбы И от путей необоримых Своё взыскующей судьбы С красой и сладкой легко Но с ней и смерть недалеко. И вторая часть. Сей дар, погибели ли спасения? И всё ж без всякого сомнения, Пока отпущено нам жить, Мы жадно пьём И будем пить из неразгаданной И страстной Сей чаши грозной и опасной В чудо унылого житья Напиток бурный и разящий, Но может быть В себе таящий Один из смыслов бытия. Если вы хотите ещё раз Послушать стихотворение Петра Бранта В авторском исполнении, То сделать это можно На сайте ГТРК Псков В разделе «Псковская тетрадь». А я, Дина Добрешут, И прощаюсь с вами. До новых литературных встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова